это ду джи v20s smart который защищен по ip68 69 кей здесь идет в комплекте чехолчик вот с такой вот подставкой можно поставить смотреть видосики всякие и у нее сзади дисплей который мы можем использовать для управления музыкой для путешествия тут есть компас который вам укажет на клад дальше разные короче скины именно часиков чтобы не переворачивать да в принципе со стороны все и можно посмотреть заряд аккумулятора вот такие вот темы ну и снизу уведомления все здесь помимо всего этого есть довольно прикольные фичи такие как ночное видение полноценное в полной темноте и фокрасная камера включается и показывает тебе все что ты вообще не видишь данный дисплей может активироваться при помощи там двойного тапа можно включить всегда ну изначально вот здесь можно разные кашей эффекты часов эти вот фейс watch и тут надо как-то еще привыкать куда нажимать ну конечно вот так вот здесь экран размером они 58 дюйма амоледовский и по поводу чехольчика клёво что положили в комплекте вот так это все выглядит без чехла здесь у нас патронтаж камер это все сделано вот в обрамление стеклышком здесь какой-то soft touch покрытие как уже говорил прикольная тема что нужно а по изначально взял поставил на самом деле телефона пользуется популярностью вот какой раз уже снимаю ребят реально их народ покупает потому что защищены долго работают мозги не делают вот но здесь вот сделано красиво на самом деле в этом цвете могу сказать что вот это присматриваешься очень клёво что вот это вот стеклышко здесь вот эти переходит но классно выполнено здесь у нас клавиши включения сканер печатка пальца увеличение уменьшение громкости все углы у нас дополнительно защищены кстати стекло изначально на дисплее вот это не какая-то пленочка это прямо стеклышко здесь у нас слот под sim-карты и кстати что удивительно данный телефон поддерживает у нас понятно 5g поддерживает и здесь сразу две sim карты можно 5g поставить йоу памяти 256 на борту 32 гигабайта оперативки максимум здесь может быть дополнительная клавиша которую можно настроить на из-за включения фонаря и так далее ну то есть на любую функцию перевод в меню выполнен как всегда немножко корявинки есть такая тема потому что вот если ты заходишь в пользовательскую кнопку здесь там щелкать раз щелкать два раза ну включить карманный фонарь отсекание экрана там пуск звукозаписи то есть на русский язык знаешь так слабенько слабенько переведено ну как корявенько по-китайски корявенько вот неужели нельзя там взять человек который до конца нормально переведет все что в меню на русский язык здесь у нас тайпсишка 33 ватт максимально зарядочка у нас идет и в комплекте она есть дужи вообще красавчики они один раз сделали вот такую коробку для всех телефонов то есть они только вот так делают наклейки коробки ваще везде ребят одинаковые вот так положил сюда наклеил коробку наклеечку здесь модель все у тебя хопа а коробка одна и та же реально все модели идет здесь тоже есть куда разгуляться тоже она большая широкая такие вот буклетики идут совершенно не интересный кабель и зарядка 33 ватт тайпси тайпси деменчити здесь 60 27 нанометровый в районе 23 тысяч рублей стоит чувствует себя неплохо с и на фишкой то есть бесконтактная оплата пожалуйста там мир п поставил на все здесь есть подошел по телефону расплатился кайф сам по себе вот этот передний экран 643 дюйма он у нас амоледовский но по менюшке ребят скажу вот ну как всегда но просто телефон работает то есть здесь никакой там супер мега плавности ничего такого нету совершенно обычный дисплей ничего тут сверхестественного не ждите вот и то же самое касается и камер ребят потому что широкоугольная камера я не знаю там совершенно как-то отвратительное качество по видео давайте вам покажу примеры записи на основной на фронтайна камера сами все поймете это ребят видео максимального разрешения 2к вот не знаю сейчас просто в руке держу камеру она уже трясется попробуем коим пройти но видимо здесь кэш камера создана для того чтобы ни в коем случае не снимать при вообще хождении тоже стабилизации нету и звука я сейчас не буду вытягивать вот обычно звук бывает слишком тихим когда ты записываешь хотя сейчас по обычному говорю вот посмотрим как будет здесь дать попробуем прозумироваться так четырехкратное увеличение в принципе все давайте фронт проверим фронтальная камера full hd вот такое качество видео у нас будет соответственно если мы будем снимать какой-то вложек на фронтал очку такой всем привет с вами илья подписывайтесь и ставьте лайки я думаю достаточно ну из плюсов могу отметить до наличие ночной камеры это клевая тема телефоны продолжают выходить разные знаешь дизайн и какие-то вот фишки в виде дисплеев сзади значит дисплей то есть ну вот был прикольно если бы сюда вмонтировали в функцию хотя бы отображение там фото или видео когда от себя снимаешь это был прикольно здесь такого нету совершенно то есть ты когда заходишь в камеру а там фото к примеру здесь нигде ты не найдешь чтобы включить и тот самый дисплей нету на видео такая же фигня то есть нигде нету включение вот этого дисплея он на фото на видео не работает почему пику знает это в принципе было бы логично как всегда здесь нет телефон на гранях поставить можно но очень сложно но факт что стоит возможно как будто эта информация покажется полезным то что там если какой-то фото видео заснять вот можно на ровной поверхности установить короче как всегда скажу реально нормальный телефон защищенные потому что и они имеют популярность они продаются они прям вообще нормально пользуются спросом обычный рабочий аппарат для просто обычной жизни он не особо тут толстый да он полностью защищен 6000 миллиампер час быстрая зарядка че еще надо то есть вам интересные прям детальные технические характеристики то ребят это все там по ссылке в описании можете сами почитать посмотреть я лишь скажу одно что если такой и за задумываетесь в принципе ничего страшного в этом нету то есть телефон работает есть свои плюсы но также есть свои вот значит такие вот мелочи недостатки типа вот там фотки здесь не нельзя там камеру включить там немножко корявое меню там ну телефон сам по себе работает знаешь хотел встанье за конечно не 120 герц но вот какой-то чуть-чуть плавности работает так прям просто работает если вам есть что сказать напишите пожалуйста в комментариях вон туда ставьте лайки и ждите новых видео давайте с вами говоря до новых встреч пока